Так, ну, по поводу происходящих событий, да, сегодня 29 июля 2019 года, вот прошли там шествия, да, там гуляния по Москве называется, показывают там на дожди там и прочих каналах, как там людей били там и так далее. Ну, на самом деле, я вот смотрел в прямом эфире, почему, кстати, в прямом эфире смотрел, потому что потом могут редактировать видео, ну, либо удалять видео, там, в принципе, дедосить там и прочее. С сайта у дождя падал, трансляция падала, писали, что типа это дедос атака, я особо не видел большого наплыва людей, ну, те, кто реально смотрит. То есть, это могло быть связано как с неправильной там настройкой оборудования, допустим, которая не справилась, а с другой стороны, может быть, действительно запустили дедос атаку, вот, и, ну, в принципе, это известная тема, и власти уже применяли такую тактику. Так вот, значит, реально задержано там, ну, пишут 1300 человек, но больше 1000, короче. Их не могли реально уже помещать, да, то есть, там пишут, что возили до утра, чтобы хоть куда-нибудь их отвезти. Значит, многих, которых привозили, их сразу же отпускали, потому что, ну, проходило больше трех часов. Короче, когда выходит на улицы больше 10 тысяч человек, и далее, чтобы с ними справиться, там, каждого десятого начинают отлавливать, садить и везти для оформления, то, как бы, система, существующая правоохранительная, не справляется. Итого, когда выходит больше 10 тысяч, чем 10 тысяч человек, то просто физически не могут с ними справиться. Значит, для того, чтобы реально провести там изменения, нужно от 50 до 200 тысяч человек по тому, что вот говорит Соловей. Я посмотрел Соловья, он пишет, он говорит про изменения, которые будут. Так вот, он говорит про изменения, которые, вероятно, будут. Не факт, что это все случится, но с большой долей вероятности, значит, будут изменения в правительстве. Ну, это так или иначе всегда будет вопрос, когда. Он говорит, что, ну, в ближайшие пару лет. Я с ним полностью согласен. То, что до 2024 года существующие правители не будут сидеть на троне. То есть, придут другие. Значит, существует мнение, что транзит власти, да? Ну, то есть, вместо одного, там, Пупкина поставит другого какого-нибудь Иванова. А может быть. Я думаю, что так и будет. Вопрос, что изменится от этого. Потому что реальных выборов нет. И, ну, как бы, если заменить фамилию с одной на другой, то ситуация это не изменит. Далее. Ситуация 2011 года и 2019 года. Ну, или, там, 2012 года и 2019 года. Они похожи. Но есть отличия. Во-первых, значит, власть СМИ, централизованных, там, телерадиовещания, она стала меньше. Власть интернета стала больше. Технологии продвижения в интернете стали лучше. Технологии, которые существующие правители, ну, они в 90-х, так сказать, родились. Ну, в смысле, свои активы там. Заработали они, как бы, из поколения старого. То есть, они еще даже интернетом некоторые не пользуются. Из тех, кто, кстати, регулирует интернет, сами не пользуются интернетом. Вот, значит, понятно, что приходит на смену. Далее. Старики, которые голосовали за Единую Россию, там, и Путина, их становится меньше. По естественным причинам они просто умирают. На их место приходит молодежь. Та молодежь, у которой промывали мозги, ну, там, реально детям, да, там, в одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом годах, они сейчас выросли. Им по семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет. Вот, и, собственно, они понимают уже сейчас то, что им, так сказать, рассказывали. Оно, это не все неправда. Вот, все это вставание с колен и прочая вот лабуда на уши, да, это все неправда. И молодые, они даже лучше понимают, то есть у них нету зашоренности. Если старикам довольно легко внушить, да, вот, ну, и они инертные. А молодежь, она активная, и им внушить сложнее. То есть они понимают, что у них, как бы, будущее, и если так все дальше будет, то, ну, как бы, нету у них будущего. То есть либо уезжать из этой рашки, либо, собственно, применять действия. Собственно, из того, что я видел на этих маршах, или, как это назвать, гуляниях, все очень мирно. Где-то были там, ну, случайные побои. Это люди нарывались сами. То есть никто никого специально не бил. Неподчинение, ну, как бы, люди пытались вырубить. Рваться, убежать, там, и так далее. Их хватали, они все равно вырывались, им приходилось применять силу. Там, да, разбили два, три, там, четыре человека до крови. Никого не убили, никого сильно не покалечили, да. То есть, ну, обошлось ссадинами. Это то, что я знаю, то, что я видел. Значит, дождь очень хорошо показывает картинку. То есть они показывают самый последний момент, когда полицейские начинают бить. До этого момента они не показывают, что там происходит. Ну, комментируют, что там, типа, жесткое задержание, там, не знаю, там, ну, там, типа, прессуют и так далее. То есть дождь, пропагандистский канал. Это хорошо на самом деле, потому что, ну, необходим противовес пропагандонам, там, в виде всяких товарищей с первого канала, да, там. То есть то, что вот этот пропагандизм, блин, идет на первом канале, это полный трэш вообще. Я даже не знаю, кто это смотрит, но это бредятина полная. Нельзя смотреть телевизор. Выкидывайте эти ящики, забывайте про них. Смотрите интернет, выбирайте каналы сами. Смотрите разные каналы с разных блогеров, с разных источников. У каждого есть свое мнение, каждый показывает со своей точки зрения. И в целом можно понять, там, реальную картину. А вот смотря первый канал, там, и там, государственный канал, и вы правду не узнаете никогда. Так вот, сейчас открывается шанс. То есть изменения однозначно будут. Власть показала свою нелегитимность. Власть показала, что не исполняет свои собственные законы. То есть они вообще плюют полностью. Они плюют на конституцию, плюют на законы. Для них закон не писан, это и так понятно, это было всегда. Но самое интересное, что закон не писан для всех органов власти, начиная от сверху, заканчивая до низа. Далее, полицейские, которые это правоохранительные органы, да, там, они на это смотрят и прекрасно понимают, что это полностью зашло в тупик. То есть они сейчас охраняют воров, они охраняют преступников, то есть способствуют преступности и фактически участвуют. Я понимаю, что само правительство это и есть ОПГ, да, то есть одно ОПГ сменяет и другое ОПГ. Но в данном случае в ОПГ входят все сотрудники, которые сейчас работают в правоохранительных органах и защищают эту власть. Я понимаю, что в любом случае они не хотят этого делать. И, ну, там, я думаю, что очень маленькое количество, которые правда верят в том, что защищают там царя-батюшку там искренне, ну, то есть, ну, это просто бред. Ну, всегда есть какие-то такие люди недалекие, да, наверное, которые мозги промыли, в общем, поддающиеся, но подавляющее большинство, конечно, все-таки, ну, тем более с высшим образованием, с юридическим образованием, они прекрасно понимают. Так что они встанут на сторону людей, естественно, ну, собственно, и в правилах, во всех законах написано, что служите, защищайте, собственно, народ, людей. А власти, ну, да, сейчас власти, как бы у власти, да, там, да, у них есть сила, но это закончится. И далее никто не хочет отвечать, то есть, там, применять силу для того, чтобы потом нести ответственность. Зачем? Вот, значит, по технологиям, то, что касается цифровых технологий, сейчас открывается возможность предложить применение децентрализованных технологий. При существующей старой власти эти технологии, они не востребованы, то есть, всякие эти госблокчейны, ну, полностью профанация, это такая лапша, то есть, это просто распилы. Все мы это знаем прекрасно. Никаких государственных блокчейнов не бывает. Это просто обычные сервисы, обычная центральная база данных с центральным управлением, с центральным рубильником. Вот, то есть, так вот, сейчас становится возможным присоединиться к тем, кто в будущем станет властью. Ну, тут вопрос, кто станет властью, я не знаю. Скорее всего, это будет коалиция, коалиция из либералов. Я, со своей стороны, там, ну, сделал публикацию о том, что я вообще за совместное владение средствами производства, но сразу этого не будет. Это технологическое развитие, я думаю, что это будет плавно, медленно, ну, в течение, не знаю, 15 лет, будет потихонечку нарастать, но технологии, они так или иначе в любом случае будут применяться. И распределенные децентрализованные технологии, они более эффективны, чем с центральным управлением в 21 веке. Да, в 20 веке было более эффективно централизованное управление с теми технологиями. Это так. В 21 веке это уже не так. Значит, в 21 веке децентрализованные платформы с распределенным управлением, принятием решений без единых точек отказа. Ну, собственно, вот Соловей, он еще там много умных мыслей говорит, он является тоже пропагандистом, это надо понимать. Далее, вы можете принимать участие там, можете выходить на улицы, по Конституции это вполне разрешено, там всякие эти, которые ссылаются на законодательство. Законодательство написано таким образом, чтобы подчинять себе. То есть, законы пишутся для подчинения. Необходимо смотреть на Конституцию как основной документ. В нем написано, что люди могут собираться и выражать свою волю. Для этого специальных разрешительных документов не требуется. Власти могут согласовывать, могут не согласовывать, неважно. Они даже могут запрещать, это тоже неважно. Люди имеют право, полное право выходить. Следующее мероприятие 3.08. Выходы на улицу, они необходимы для контента. То есть, реально, никто никого сажать не будет, да, там, не знаю, максимум 15 суток. И то, там, сейчас чаты, да, то есть, посмотрите, там, посмотрите чаты, ОВД-инфо, все расписано, почитайте. Далее, судебные, то есть, есть юристы, они помогают, да, там, судебные. Разбирательство, там, сегодня понедельник, да, сейчас суды будут разбирать. Да, кому-то дадут 5 суток, кому-то 15 суток, вполне возможно. Но это связано с, когда идет неподчинение и угроза жизни или, там, применение силы к полицейским. Вот не надо полицейских, трогать не надо. Они выполняют свою работу, они точно такие же граждане, им точно так же совершенно все это нафиг не нужно. Они видят этот беспредел, кидаться на полицейских, обзывать их, там, не знаю, особенно какими-то перцовыми баллончиками или кидать бутылки. И этого делать нельзя. Полицейские на нашей стороне, они, естественно, за людей, они сами и есть эти граждане, народ. То есть, нельзя отделять вот простых полицейских. Другое дело олигархат. Но олигархат, это, блин, это люди, которые вы их даже на улице не увидите. Они сидят по своим, там, замкам. И от них надо избавляться, это точно. Вот как-то так.